Почему же у меня не было костюмированных дел? Я все-таки думаю, что меня реально хотели слить. Делай, что говорят. Давайте посчитаем, сколько раз он сказал. Капец. Трек провальный, просто провальный. Ребятушки, привет. Привет, подписчики. Очень рад, что вы со мной. Ну что? Продолжим. Вот эта привычка. Иногда так посуду мою. Сегодня Виктор Оборовский и Григорий Шевердеев. Поехали. Вот и интересно, да? Либо здесь какая-то подоплека такая кроется. Еще раз говорю, я вышел в красной рубашке, и в меня не вкладывали столько. Здесь целое шоу в костюмированное. Поэтому, может, на меня ставку и никто и не делал. Си минор. Ну, это Адель, да. Пускай. Пускай. Вот она, да? А какая гармония. Очень хороший стратегический шаг. Потому что вот эта музыка великая. Последние несколько лет, если брать десятилетия, мы можем отметить, что, допустим, группа Queen со своим шоу-маст-гоон, это великая музыка и эталонная уже. Это классика просто. А вот Адель сделала гармонию где-то рядом, близко гуляют. И по стилю такой. Вот как сочинили эту вещь. Это мировой хит, конечно. Крутая музыка. Вот это даже оборот уже, да? Вот, смотрите, можно его как сделать. И там ми, да? Да, и можно записать. Ну вот. А здесь можно так сыграть. Ну, а это уже, конечно, да, лишнее. Поэтому нужно держать. Так тоже хорошо. Поехали дальше. Вот, друзья, что такое хорошая музыка, когда она полна гармонии. Она дышит. Полуменьшенный аккорд. Кстати, опять-таки про курс гармонии не забываем. Вы помогаете мне этим? Помогаете. Потому что это моя работа. Вы мне помогаете в этом. Так, здесь, значит, смотрите, оборот законченный, хороший. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Полуменьшенный аккорд. Отлично. Опять на эту гармонию. Да, только они сыграли. Вот такой оборот. Тоже жидкий звук, почему-то, вы видите, вывели. Такой непевучий. Но это, опять-таки, я говорю, это звукорежиссер, наверное, потому что в зале, вы видите, нормальный звук. Вот этот оборот. О, да, там вот бас сыграл. Вот такой. Вот смотрите, что такое идеальная музыка. Близко к эталону прямо. Значит, вот такая штука. Не получается. И бас. И вот что мы получаем, друзья. Смотрите, у нас движение. Если я сейчас вам покажу, просто вы поймете, что случилось. Смотрите. Вот. Это все грамотно. У Адели аранжировщики сработали. Смотрите. Я по грифу прошел такое расстояние. Это ж класс. Дальше идем. Ну, а тут, в принципе, и поиграть можно, да. Тут, может быть, даже мажор был. Да, мажор там, может быть, даже был. Идем дальше. Ага, тут фад есть. Поэтому, если без примочки это делать, то, что у Вити там специальная педаль. Опять тот же оборот. О, это мне напомнило. Ага, такие вещи. Витя вообще много эффектов, но, как бы, это все для музыки. То есть, когда эффекты помогают строить музыку, это хорошо. А когда люди начинают увлекаться. Вот очень правильная, опять, стратегия. Сталкиваемся. Витя молодец в том плане, что он взял эту музыку вообще, Адель. Тут, опять-таки, процентное соотношение. Адель многое здесь уже делает за нас. Понимаете? За Витю, то есть. Вот. Он делает на Адель. Если бы он вытаскивал какую-нибудь фигню. Вот, кстати, у Лизы был очень слабый трек. И ей еще пришлось что-то там вытаскивать. А если бы это Лиза сыграла, она бы еще выигрышная. Она бы не сыграла, как Витя там. Она в другом русле там играет, понятно. У Витя здесь своя уже наработанная такая стилистика. В этом плане он молодец. И Витя правильный трек взял. Это хорошо для него. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Поговорим. Я как обозреватель профессиональный скажу, что здесь выбранная стратегия раз. Адель сработала. Витяные эффекты сработали. Поэтому все тут правильно. И, конечно, костюмированные дела. Поэтому для меня это пока загадка. Я вот смотрю и удивляюсь своей красной рубашке. Почему же у меня не было костюмированных дел? И девушки тоже. Ну ладно, ладно. Это как бы такое вообще на самом деле. Но хотя в шоу это много значит, да. Идем дальше. Идем дальше. Что скажут наши наставники? Интересно. Интересно. Цифровизация. Глеб! Ну что, замечательно. Я услышал цифровизацию. Красивый танец от загадочной девушки. Посмотрим, что преподнесет нам следующий участник. Вот я лично смотрел на... Разбора нет у ребят, конечно. Разбора нет. Но это опять-таки шоу. Сейчас разбор у меня идет. Но все-таки некоторые моменты... Вот классно было, кстати, ребят, если бы у каждого еще... У них там была гитарка. И они такие... А ты вот здесь вот обыграл, а можно было так. И это круто было бы прямо там. Понимаете? Это было бы очень клево и интересно. Включает человек звук и начинает ему просто какое-то обоснование. Потому что за слова надо всегда отвечать. Это все идол. Господи, бедная женщина так мучается. Сердце кровью обрывается. Ну поехали дальше. Итак, я попрошу... Гриша сейчас выходит. Да, опять-таки, видимо, еще одну театрализованную работу. Я все-таки думаю, что меня реально хотели слить. Скорее всего. Потому что у меня ничего не было, кроме красной рубашки, еще раз говорю. А тут смотрите чего, да? Интересно. Так. Вот это народу надо. Мяу-мяу-мяу. О, господи. Почти минута прошла. Выводы, ребята, выводы. Стратегический план так важен. Я уже много рассказывал об этом. Что ты выберешь в голове, как ты придумаешь. Даже каждая секунда важна. А здесь мы, смотрите, почти минута. Мяуканье. Мне за Гришу всегда обидно. Мы с ним общались, там, мы играли чего-то там где-то. Я видел, что Гриша, это его сильная сторона. Это вот как раз такая блюзовая, контровая. Он ее классно играет. Я не настаиваю на том, но он бы мог это использовать. И в тяжелой, и в рок-музыке. Но с точки зрения музыки большой, не гитаризма. Вот здесь, конечно, такой провал. За Гришу обидно. Ему реально нужен крутой наставник, который ему скажет. Гришка, этицкая богомышь. Нужно тут так и сяк. Потому что парень еще молодой, но он... Я еще раз говорю, талантливый. Мне за него обидно. Что это такое вообще? Вот опять-таки, ребят, ну ничего. Он не показывает свой потенциал. Блин. Ну где вот это вот? Еще раз. Просто здесь каждому дают какой-то определенный отрывок времени сыграть. Поэтому здесь каждая секунда дорога. Надо показать все. Если ты не хочешь вылететь. Опять то же самое. Ну какая ценность? Что он там взял? Что такое? Есть тема, которая сразу цепляет. Вот как этот... Я правильно настроил? Ре тоже. Психую, блин, сижу. Капец. Что говори? Делай, что говори тебе. Вот Ламбок. Зачем ты, Женя? И вот этот вот все вот бред пустил. Под колеса-то. Что это такое? Не надо было это пускать. Делай, что говорят! Делай, что говорят! Вот у нас сейчас пошла музыка. Делай, что говорят. Давайте посчитаем, сколько раз он сказал. Какую мысль ты несешь. Ну завалили, парни, и все. Завалили. Что это за бред вообще? Это припес или нет? Привет. Я, короче, видел эту всю историю. Только с другой стороны. Там в гримерке Гриша вышел очень расстроенный. Короче говоря, там произошло то, что... Вот с этим вторым клоуном у них... Этот клоун не туда вступил и порушил их форму. Вот. И там что-то такое случилось. Но даже если это случилось, все равно трек провальный. Просто провальный. Дай ты ему хоть поиграть-то не кричи. Пошел нахер, я не буду делать что-то... Ха-ха. Вот. Смотрите. Какая у нас, значит, философия. Первый куплет. Ну, две минуты. Делай, что говорят. Потом он говорит. Пошел нахер. Я не буду слушать, надо слова записать в твоей песне. Обязательно, обязательно, ребята. Ну от чего-то запоминайте. Это как у меня есть друг-исполнитель там песни. Самый, самый быстрый блюз. Ночью все женщины-кошки, ночью все женщины-кошки, ночью все женщины-кошки, а мужчины-собаки. Вот. А здесь еще круче. Делай, что говорят, и через две минуты. Пошел нахер. Я не буду делать, что говорят. Так это ж... Да, ребята. Вот в этот самый... Пусть это идет. Вот этот самый момент как раз требует... Если мы имеем молодого и талантливого парня, музыканта, я отвечаю за свои слова точно. Здесь еще как раз нужна работа наставника. Направить нужное русло. Продумать стратегию. Ну, че это такое, че это такое. Парни завалили просто и все. Тренер. Ошибки тренера. Что мне говорят. Пошел нахер. Пошел нахер. Я не буду делать, что мне говорят. У меня сосед так же орет. Там, если соседний дом там, слышу, че-то ругаются. И она ему говорит, пошел нахер. А сосед говорит, я не буду делать. Вот такая вот... Ерунда произошла. Обидно за Гришу, конечно. Смех смехом. Капец. Его практически завалили два человека, мне кажется. Это Ламба и Клоун. Вот этот вокалист, я имею в виду. А Гриша еще... Ну, они развалили всю концепцию, видимо. Или там даже, может быть, музыканты. Ну, все, все, ребят. Ламба там что-то... Надо было контролировать все это. И у этого шнур выпал. Да етистый дух, а? Гриша, блин, еще начал проверять. В этом шуме работает ли кабель. А, это специально сделано? Йокорный бабай. Нет, это не специально, он там стал подключать. Капец. Блин. Блин, специально, я ничего не понимаю. Ну, короче, так к музыке не относятся вообще. Я за это не отвечаю точно. О, господи, вот это трешня. Я скажу вам по секрету, все пошло не по плану. Но, но они смогли, по-моему, они смогли. Да нет, Дима, они не смогли. Что я думаю, что я думаю. Конечно, Григорий порвал, как тузик, грелку предыдущего. Ах, Глеб. Глеб, говорит, порвал Абаровского. Вот что я думаю. Желая, сырая, первобытная. Мощь против ноутбука. Все, я сказал. Глеб, ты у нас актер, конечно. Гриша, ты молодец. Ты выкрутился из бесчисленного количества технических фейлов. Молодец, Джек. Без наезда я уже не успокоюсь. Ой, ребятушки, вот что такое работа наставника? Давайте вот без всяких вот этих вот наездов скажем. Это все-таки ответственность. Ответственность. И ты должен вот эту всю стратегию сам прожить. Пощупать, попробовать. Со стороны посмотреть. Как это будет? Убрать все углы. И сделать только успех. Это, представляете, в музыке такое. А если тренер в боксе будет вести, какой-нибудь бестолковый, так его инвалидом оставят. Поэтому наставник это очень серьезно. А может быть, для Гриши это было бы вообще очень хороший такой толчок, стимул в жизни. Если бы он прошел дальше. А тут взяли парня и завалили. Что за работа такая? Соло на Джеке просто красавец. И действительно, да. Гриша капец переживал. Просто там, в гримерке. Спасибо. Спасибо тебе за выступление. Гриша, не переживай, дорогой. Это для тебя просто такой этап. Ты будешь от этого только сильнее. Спасибо большое. Серега. Дай свою оценку. Да, на самом деле, животная энергия присутствует. Это очень чувствуется. Но в целом, помимо, так сказать, грубо Пети, дай бог тебе здоровья, в остальном просто шум пердяшки. Пердяшка. Ну так и получилось. Есть бывает девочка-бродяжка, а есть на сцене шум-пердяшка. Вот как раз про них. Они... Вот скажу уважение к этому человеку. Серега ни разу не соврал и не слукавил. Вот сколько я его смотрел. То, что я сказал про музыку, его, да, я так считаю, потому что я тоже не стараюсь этого не делать. Сережа сидел в наставниках и ни разу ни влево, ни вправо не свернул. Ну, молодец. Это дорогого стоит. Ничего не понятно, но очень круто. Прямо и образ мне понравился, и цвет мой любимый. Все сходится. Тяжело, тяжело. В дальнейшем будет тяжело. Нам сейчас судить, как-то решать. И, конечно же, я за него не голосую. Что я дурак, что ли? Привет, мои друзья-гитаристы! Вышел новый курс по гармонии. Этот курс предназначен для вас, для тех, кто хочет прокачаться по гармонии, понять, что такое аккорды, как их связать, делать свои аранжировки, быть художником. Я вас приглашаю на свой курс. Будем заниматься. Поехали! Сразу сказали. Вау! Вот же Гриша умеет! О! Блин! Это сильно было и классно, и на звуке. Я же говорю, он умеет, ребята, умеет. Грише не хватает такого бойцовского, к сожалению, характера. Вот, Гриша, поверь в себя, ты умеешь. Это тоже комары такие. Это все хорошо. Но там фраза была сильная. Ничего пока не сыграл. Вот сюда ты зря завернул. Завернул, ребята. Ну ладно, посмотрим, что сделаем. Вот так просто не надо. И... Ну ты там ищет, ну, что-то никуда. КОНЕЦ Ну в этом пока моменте Гриша ярче, конечно, сыграл. Просто Витя, мне кажется, он не джемовый, а вот Гриша может. КОНЕЦ Видите... Что он там, так сказать? А, это нет, это в миноре. В миноре я просто отсюда не слышу. Угу. Ну да, итак, из нашей цели. Видите, норма... Ой, Гриша хорошо выгребает здесь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас, ребят, я просто хочу проанализировать, кто тут... Ты ярче сыграл, и что? Вот, смотрите. Гриша делает, как бы, в контексте гармонии. Видите, все приемом используется какими-то. Вот он сейчас же по факту ни одной, как бы, не подчеркнул ноты в аккорде. Даже пенты. А... Гриша фразы сильные, в принципе, играет. Ну, это там что-то со звуком, со шнуром, но чувствуется, что он гораздо мастеровитее в этом, именно в этом. Вот я почему и говорю, Гриша может. А Витя все покрывает такими штучками. Это тоже, как бы, выход же, выход. Но я говорю, как есть. Обоих этих парней уважаю, так что... Но Витя... Ой, Гриша тут покруче выдал. Выдал. Да, арпеджик хотя бы... Да, арпеджик хотя бы... Гриша. Витя. 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 Витя пошел в арпеджио Сейчас посмотрим, что скажут. Интересно Вообще все джемы вот эти вот в полуфинальные такие все у всех и у меня там и у всех вот такого качества Я купил себе новую гитару, давайте поаплодируем. А, да, еще Синюшин у нас вышел А спирт там в ней, да, уже? Считается, что на клевых гитарах, как телекастер и мюзикмен, кто угодно сыграет Я тоже так могу. А вот на вот этом днище надо проверить Приграл! Приграл! Он хотя бы что-то смог Опа, ребят, а у нас есть зажигалка здесь? Дайте зажигалку Да, правильная мысль прошла, правильно Хорошо А что, Апальон? А ты думал, если бы она строила, мы тебе не давали Смотрите, мегапон ближе, мегапон ближе Ты что, это советский инструмент? Там колки в другую сторону крутятся Узнаю, узнаю вот это вот Струлю Вот правильно сделал Вот правильно сделал Молодец! Ты классно сделал Вот что значит посидеть в тюрьме 25 лет Ничего не получилось И это не синтетика, ребят Тут этого, как его, всяких вот этих вот штук электронных, Витя, нету Тут, да Тут акустика Да еще и херовая Хе-хе-хе Да, блюзмен, блюзмен, конечно, зажигалка Джент говно! Вау Нормально Да, ребят, вот это выход всегда Я иногда, когда играю с какими-то исполнителями, приходится Такие вещи делают Вот, но тут, судя по джему, Гриша выиграл, конечно А по самой музыке, да, тут, без сомнений, Виктор Оборовский выиграл Поэтому, не знаю, как тут будет судить Сейчас посмотрю Не, ну здесь зажигалка, конечно, правильно Аплодисменты, друзья! Ну ладно, Грише попали, попали денежки Это тоже хорошо Это парень переживал Пропьем после концерта Игорян, Вероника, как вы там? Что выбираешь? Расколбатились? Рев свободы или сладкие муки? Ух ты как! Ну что, давайте поаплодируем обоим ребятам Это было потрясающе Настоящая феерия, настоящее шоу Каждый выложился, мне кажется, просто на сто десять процентов Это даже не обсуждается А что так тихо, ребят Еще, еще На самом деле, хотелось бы, конечно, каждого участника как-то отметить Потому что Гриша сегодня зажег просто невероятным хитом Я считаю, ворвался еще и с вокалистом Но, как мне кажется, он перетянул на себя немножко, как говорится, внимание И гитарное искусство чуть-чуть померли Да, вот я тоже говорил, вот этот вот парень, который пел Поэтому мои аплодисменты и мое почтение Гитарное искусство он убрал Я свой голос отдаю, как сказал мой друг, черному гитаристу Виктору, молодец Здесь было не только шоу, но еще и то, ради чего мы собрались Мы услышали гитарную фразировку, гитарные вертушки и, в принципе, как бы музыкальную какую-то составляющую А так вы оба просто потрясающие ребята Вам успехов и огромный вам респект Спасибо Спасибо Здраво рассуждает парень, нормально Ох, я хочу сказать, что джемище был просто бомбический И это была самая музыкальная вообще часть сегодняшнего вечера, на мой взгляд Потому что оба участника, это была настоящая и битва, и беседа И было очень интересно за вами обоими наблюдать Очень круто И да, вот, красавцы, красавцы Вы сделали это шоу сегодня, вы его завершили Было все красиво, все по-настоящему То, чего всегда хочется увидеть Все, я когда вот смотрю, все-таки не хватает мне вот все-таки тезисно Анализ такой, по-музыкански, да, ну, надо На джеми вы сегодня все это сделали Ничего там А вам, Женя, вы молодцы Завершаете сегодняшний прекрасный вечер Ну, конечно, мой голос уходит в злому клоуну Потому что он со своим желтым матхани Показал, что значит пиздачный звук, который прорезает микс Ну и, конечно, игра зажигалки на гитаре Это именно то, что требует этот инструмент Серега Наши телезрители обязательно ничего не заметят Для них в сведении два гитариста будут играть равномерно А здесь посмотрите, на что купился Глеб Черный, если так можно у нас сейчас говорить Играл в линию и доносились какие-то отзвуки А оранжевый играл в усилитель и кабинет дул прямо на нас Я еще раз говорю, телезрители этого не заметят А мы акустически на это купились И кажется, что он играл лучше Кажется, что он более точеный Если не сказать драконый Ну, суть именно в этом В обманке акустического звука Если он больше, значит он лучше Поэтому, как говорится, покажет сведение Но Я все-таки За усилитель Молодец Голосовые дела По мнению зрителей Присутствующих здесь в здании Побеждает Виктор Абаровский Все, ребят Получилось так Я сейчас еще раз скажу, чтобы всем понятно было Вот это полуфинал И Естественно, Лиза Плотников Тут без разговоров Плотников У нас с Денисом Выиграл я И тут Абаровский Вот такая тройка вас ждет в финале Ребята, кто неравнодушен к моей игре Кому нравится то, что я делаю Вы, кстати, еще совет Загляните в мой YouTube Где я играю свои вещи, которые я написал Именно мою музыку Посмотрите, окунитесь в этот мир Тут я занимаюсь не сочинением Только быстро на ходу Мы чего-то с вами здесь сделаем А там мое искусство Вот И Всем неравнодушным Кто хочет поддержать меня И кому интересно Покупайте Заходите на мои курсы И Там будет очень много полезного Это я там делюсь опытом Как Можно мыслить Гармонии Как прийти в музыку И жить в ней Быть художником С вами очень приятно Пишите комментарии Ну что Встретимся в финале, друзья Пока 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 Пока